Ну и циферку 5.0, иногда даже больше, и иногда даже с ней можно жить. Такие, как Герцов. Следующий вопрос. Касательно сборки СВО, ее компоновки, что самое сложное, например, вообще или лично для тебя, например? Ну, самое сложное при сборке, это на самом деле, ну, давай не так, не что самое сложное, а на что стоит обратить внимание, уделить максимум времени и, то есть, желательно не так, как это делается в России. Сначала попробуй, если не получится, почитай конструкцию. Это вот, например, установка водоблоков. Что касается, допустим, мысленно-процессор, это все специфически, и, ну, не столько специфически, это просто, назовем как есть, это довольно-таки просто. Там, порой даже не приходится обращаться к инструкции, то установка водоблок на видеокарту, она требует аккуратности, внимания. Хотя бы банально того, чтобы под рукой были нужные инструменты, не что-то кустаре, там, пытаться откручивать торгсовые винты, там, шестигранником или шлицевой отверткой. Ну, и до такого безумия, или, там, высверливать их, потому что есть, ну, множество маленьких элементов, которые, если сорвать, то вещь, она уже не будет функционировать. Соответственно, тут надо максимум внимания и аккуратности. Установка водоблоков на материнскую плату. Тоже не самый легкий процесс. То есть, в основном, видеокарты водоблок и водоблок на материнскую плату, где много всяких... Маленьких элементов, да. Что, допустим, трудного можно отметить, лично для меня я никогда не любил крутить фитинги. Потому что... Слышно шланги, наверное, как? Да, порой, допустим, вот есть идеальное сочетание, такое выведенное, это елочки EnzoTech, там, десятки, вот именно десяточки, и шланги фейзера 10 на 13. Прям вот одеваешь, красота, даже без клампы можно использовать, садятся намертво, практически нереально снять. Последний, наверное, вопрос про водянку. Вот насчет, сколько у тебя будет колбочек, сколько у тебя будет резервуаров, какой толщины шланги, это как-то влияет на вообще эффективность охлаждения? Например, чем толще, да, у меня шланги будут, тем больше воды, тем лучше охлаждение вообще имеет? На самом деле, ну, оно имеет, конечно же, основное значение имеет количество радиаторов, площадь рассеивания. Это основное значение. Бывают случаи, когда человек хочет добиться тишины, полной тишины, то приходится делать легкий переизбыток. Допустим, на стену там бы хватило одного трехсекционного и односекционного радиатора, чтобы это, ну, стабильно работало. Но когда надо добиться вот именно стопроцентной тишины, чтобы вот это точно было тихо в любом понимании, мы просто обычно добавляем еще, ну, односекционный либо двухсекционный радиатор, который просто вот там, можно сказать, что он не нужен, но на общем фоне он добавляет стабильность, соответственно, получается крутить вентиляторы еще тише, чтобы просто был отток тепла с ребер, и все, и система чуть ли не в пассиве живет. Что касается колбочек, да, больше жидкости лучше, но в тех объемах, которые используются в СВО, ну, что такое, какая разница, колба у тебя 100 мл, или 150, или 200 мл, разницы это тебе не сделает при там, а если, конечно, сравнивать там 150 мл колба и 5 литровая колба, там, да, разница есть, ну, 5 литров, извините, конечно, такую колбу тяжело спрятать в систему, практически нереально, можно, конечно, что-то скустарить, придумать, ну, смысл, если все это, по большей части контингенты это ставят для красоты. В основном фетиш, да? Да. То есть, игрались, хотят, чтобы теперь было просто красиво. Это просто фетиш, хобби, кто-то там, да, хочет какие-то специфические результаты по разгону, но вот, как показывает практика, это все-таки больше фетиш, это что-то еще такое новое, на рынок компьютеров, то есть, допустим, люди потихоньку уже к этому приходят, но все равно для большинства это что-то новое, неожиданное такое, как, так, и хотят просто попробовать. А вот за твое время с работой с водой, в основном, контингент у вас какой был? То есть, геймеры, дядьки там, которые хотят, чтобы все красиво было? Я бы сказал так, 80% это дядьки, которые хотят, и 20% это геймеры, которые имеют возможность. То есть, ну, грубо говоря, они для тех, да, не для геймеров, школьников, которые там, для геймера, ну, опять же, люди бывают адекватные, бывают нет. Например, одной топовой видеокарты, там, 16 гигабайт оперативочки, хороший SSD, гагов на 250, 512, там, топовый процессор, пусть не самая топовая материнская плата, но этого хватит, чтобы играть с комфортом, именно с комфортом, во все современные игры, допустим, да? Но, опять же, существуют специфические, тот же самый, ну, кризис третий, допустим, сколько ты видеокарты поставь, как ты не разгони систему, все равно он у тебя при максимум графике, он будет фризить, притормаживать, где-то просадки они все равно будут. Можно это отнести к багам движка, можно это отнести к тому, что не оптимизированы дрова, допустим, плохое использование ресурсов, системов. Отсюда вывод, соответственно, геймеру, ему, по большей части, достаточно, вот, стандартной комплектации игровой. Ну, данная стандартная комплектация игровая, она, в принципе, и под воздухом живет. Единственное, да, она может быть шумновата. Но она будет жить, будет работать. Там, допустим, для людей, которые работают с графикой, ну, работать с графикой, опять же, можно по-разному. Можно, там, собирать видео, конвертить его. Для этого, в принципе, одной хорошей видеокарты под воздухом должно хватить. Я думаю, даже уверен, что этого хватит. Плюс, там, 2-3 корпусных вертушки, они будут создавать погоду. Там, тот же самый рендер на топовых процессорах, там, на топовых видеокартах, под стандартным охлаждением, хорошим стандартным воздушным охлаждением, это должно жить в пределах разумного. Но, когда там начинается, что, вот, людям, которые... Есть такой контингент людей, вот, ты им говоришь, будет у тебя 10 видеокартеров, игрушек хорошо идти не будет. Это возвращаемся к слову о кризисе третьем. То смысл, ну, допустим, собирать, да, есть люди, конечно, им свойственно не верить изначально. Они сначала возьмут вторую, третью, четвертую видеокарту, а потом уже думают, ну, надо как-то, чтобы это просто работало теперь хотя бы. Собирали сначала по неграмотности, потом оно все не работает как надо из-за мощи, да? Да, а, хотел бы отметить такую вещь. Большая часть людей, они сначала, как бы, берут вещи. Они даже, если узнали про воду, они сначала что-то покупают, потом задают вопрос. Ну, наверное, это свойственно для русского человека, не доверять никому из продавцов. Но, ребят... Я умнее всех. Я умнее всех, я сам все знаю, что мне надо, да, короче? Нет, ребят, мой вам совет, вы спрашивайте, потому что существует огромная-огромная специфика. Если воздушное охлаждение, там, для серии видеокарт, оно без проблем подойдет на все видеокарты, по большей части, то в мире СВО, системы водяного охлаждения, там громадежная специфика. Не факт, что один водоблок, подходящий для этой видеокарты, 780-й, подойдет к другой 780-й. Ну, короче, если ты, там, не самый, да, там, прошаренный, который, там, читает форумы, сидит в Невалайзе, там, и вот только задумался, что хочу бы себе, лучше все-таки мастерам доверить, не химичить что-нибудь. Не то, чтобы мастерам доверить, но хотя бы спросить, ребята, а с какими трудностями могу столкнуться, что лучше учесть, вот такие общие вопросы. Если, конечно, не хочется рисковать, там, возможно, или, допустим, ну, не позволяет временная рамка, еще что-то, там, Оверхард, Мейджин, ХиперпиСи, да множество компаний предлагают услугу сборки компьютеров на воде, соответственно, обратитесь. Тут, наверное, нужно сказать теперь, все, что мы сейчас обговорили, кучу нюансов, да, каких-то, куча специфики, то, что там, вот, народ, да, он сейчас посмотрит это видео, захочет себе воду, пойдет, там, купит какой-нибудь первый водоблог, да, скажет, я хочу воду, поставь мне, когда он слышит цену, то есть, да, там, больше, там, тысячи рублей, когда, там, стандартная сборка компания, там, ну, скажем, тысячу-две тысячи максимум, кто берет на рынке, да, когда он слышит цену за сборку воды, он сразу, да вы что, да как так, да это же такие деньги, там, например, вот, и тут теперь опять же нужно учесть все вот это вот, что мы обговорили, и то, что за тысячу рублей, вряд ли какой-нибудь человек будет это вообще браться. Во-первых, я понял, о чем ты говоришь, я вот по полочкам сейчас немного распишу, поскольку приходилось сталкиваться с таким, действительно, во-первых, ребят, это большая ответственность, когда ты берешь на себя ответственность по сборке, соответственно, там, собрать систему за сто тысяч, там, видеокарта, 20 тысяч, и, допустим, испорить ее в момент сборки за тысячу рублей не хотелось бы, за то, что ты можешь попасть там, вот, ну, не то, что по неопытности, всегда бывает брак, мы, например, сталкивались с таким, что винты были прикипевшие или там на резьбовом герметике вернуты, соответственно, их чуть ли не высверливать, действительно, приходилось там аккуратно, это практически ювелирная работа, и рисковать так за тысячу рублей не хотелось бы. Второй момент, это все-таки время. Если обычный компьютер, я думаю, большинство может собрать, ну, за час, расположив компоненты, аккуратно, аккуратно убрав провода, закрыв все стеночки, и без проблем, он знает, что если при нажатии на кнопочку Power что-то не включилось, то либо он ее не подключил, либо что-то бракованное. Соответственно, разобрал, снял, понес, поменял. Тут, к сожалению, не все так легко. Тут громадная специфика, надо все проверить лишний раз. Может попасться, опять же, бракованный элемент, который, а демонтаж оборудования, это куда труднее, чем просто разобрать обычную систему. Само собой, когда люди обращаются, вся их система, она сначала на воздухе проверяется, тестируется, собирается, но всегда бывают некоторые нюансы. То есть, опять же, это большой риск и трудо-время-затраты. Вытекающий вопрос, сколько в среднем по времени воду собрать? Принесли полностью воздушную систему, перевести ее на воду, ну, в среднем, одна видяха, проц и без излишеств, например, в среднем, сколько такая система времени отнимает? Опять же, есть такое понятие, его, наверное, можно будет запикать, все зависит от геморгии. Соответственно, ну, все это занимает время. То есть, в среднем два дня, да? В среднем два дня, да, если это все, то есть, ну, как я уже ранее говорил, корпуса, которые приспособлены под это, там без каких-то излишеств, то есть, просто штатно накрыть систему, это дня два. Если там приходится дорабатывать, по большей части все люди, кто обращались, поскольку я уже говорил, что это 80% людей, которые просто хотят, чтобы это было красиво, чтобы это было неповторимо, и второй такой системы не было, там сроки порой заходили и за полтора, и за два месяца. Короче, подводя итог, по воде, что стоит сказать, что намного больше нюансов, чем при сборке обычного компьютера, да? Если вы решили довериться все-таки мастеру, то есть, боитесь, что вы там что-то не знаете, что-нибудь накосячите, то будьте готовы заплатить те средства, которые, собственно, требуются, поскольку намного больше ответственности, в разы просто больше времени, куча условностей, то есть, множество своих нюансов, за которые, собственно, и человек берет деньги, не просто так с потолка, да? А за свои трудозатраты какие-то, и, во-первых, немаловажно там риск, да? То есть, что-то просто тебе принесли, оно вроде работало, ты его включенно не заработала. Вот это риск. То есть, вы платите не просто так, там от какой-то балды, грубо говоря, но должны понимать, что раз уж вы решили доверить мастеру, и все будет качественно, если это хороший мастер, и, собственно, деньги он не просто так берет, а за какие-то вот... За работу. За вот это вот все, да? За все перечисленные пункты. И, опять же, необходимо понимать, что это все-таки вода не для школьного контингента, грубо говоря, которые просто хотят у мамы попросить денег, накопили на обедах, грубо говоря. То есть, это все-таки более там что-то премиальное. То есть, да, для дяди, как ты говоришь, с кошельком 80% исходя из твоей статистики, либо для людей, которые уже имеют там собственный достаток, и я думаю, для них уже не будет проблемы, если там система за 2000 долларов такую там определенную сумму... В принципе, да. Но, и опять же, самое главное, рекомендация. Не бойтесь задавать вопросы, задавайте вопросы. Если вы пришли, даже просто ознакомиться в какой-то магазин с этим. Везде есть консультанты, задайте вопросы, и вам подскажут, и вы уже сами сможете для себя ответить на многие вопросы. То есть, собрать максимум информации. Не стоит там... образ, скажем, пороть горячку, сразу всего набирать, то есть, потом сидеть, мучиться, задайте вопросы, вам подскажут, помогут. Грамотно разложить. В общем, мастера могут даже подсказать, что тебе нужно, основное что-то накидать. Ты уже грамотно размыслишь картину, что ты там хочешь себе собрать, и, собственно, тогда уже решаешь, сможешь ты с этим совладать или нет. Конечно. Так, теперь, думаю, поскольку опыт у тебя большой, не то, что у меня, да, я там в своей сфере там, в сфере продаж что-то более-менее знаю. Ты же знаком со сферой того же оверклокинга. Это уже, по моему мнению, большое ответвление, где уже можно не только какие-то внешние качества учитывать, но и качество надежности, конденсаторы, все вот это вот. Уже саму инженерную часть, то есть, насколько все это предназначено для определенных нагрузок, определенных условий. То есть, мне было лично, например, было интересно узнать насчет железа, как ты смотришь на него со своей точки зрения. Не просто, там, Asus хорошо бери, там, Gigabyte хорошо дешево бери, там, а вот именно с точки зрения тогда, когда ты уже хочешь, там, хорошую, дорогую систему собрать, либо с заделом подвода, то есть, с точки зрения качества и самих компонентов, то есть, инженерные. Вот первый вопрос насчет видеокарт. Какой бренд среди видеокарт предпочитаешь и считаешь самым лучшим в плане качества и возможности разгона? Ну, по возможности разгона давайте, давай так начнем. Изначально, все-таки, предпочтение по бренду, ну, это пока сугубо личная статистика, все-таки, предпочитаю Asus. По определенным причинам, Asus, допустим, ну, на данный момент он позволяет собрать такую более брендированную систему, то есть, из компонентов именно Asus. То есть, там, есть желание Priot Asus, без проблем он у тебя будет. Есть желание Mati Asus, без проблем, они заявляют даже клоокерские, там, определенные специфические модели с своими плюшками, фишками. Там, есть желание видеокарту Asus, тоже без проблем. Даже SSD ту же самую, Raider, тоже без проблем. Ну, пока не делают памятник, ничего страшного. Что касается видеокарт, все-таки, по разгону, у Asus есть линейка DC-2, там, где зона VRM, она, ну, чуть побольше фаз питания имеет, соответственно, более надежная, а-ля такой некий аналог лайтингов. Тоже, если вот посмотреть их текстолиты, можно определить, что они значительно шире всегда, чем стандартные какие-то текстолиты карты, за счет того, что они имеют большее количество там фаз питания, плюс, ну, все-таки, это какая-то стабильность, надежность. Но, к сожалению, вот Asus по сравнению с тем же самым лайтингом или, допустим, EGA-шными картами, на мой взгляд, все-таки обладает более худшим потенциалом для разгона. Вот если, опять же, не учитывать жидкость, а жидкий азот, не учитывать экстремальный разгон, а вот брать из воздушного разгона и, скажем, под водой, вот из этих брендов какой максимально может дать тебе стабильный прирост от разгона, например, Asus, лайтинг? Ну, скажем так, я не хочу сказать, что лайтинги это плохие карты, но так сложилось, по статистике из всех лайтингов, что были у меня, в принципе, практически все были бракованные. Соответственно, доверия к ним лично у меня меньше, но от этого они по разгону не хуже и гораздо более лучший разгон показывают, нежели чем Asus. Из всех Asus карт, дешних, просто рефов, а с как бы проблем у меня никогда не складывалось. Но и разгон на них чуть-чуть ниже и хуже, чем на тех же самых лайтингах. Конечно, королем в данной ситуации можно считать Евга. Те же самые гидрокуперы, это вот карты, которые уже накрыты водоблоком. водоблок пускай не самый лучший, на самом деле он делает свифтэч, если я не ошибаюсь, он имеет большой ГДС, но с ним жить можно. Случай, в любой момент можно снять и поставить уже какой-нибудь там а-ля ЕК, а-ля Watercool или Cool с ваттера и в принципе радоваться жизни. Соответственно, на воздухе думаю, что разгон будет одинаковый, но под водой без сомнений Евга будет лучше. Евга даже лучше Lightning и лучше Dirit Лучше Lightning и лучше DC и это вот из того, с чем довелось пообщаться, Евга все-таки давали больше прирост, большей возможности по разгону. Так, ты вот получается ответил на мой следующий вопрос, вот из тех, например, что я знаю, там, три бренда это Lightning, Classified и на 3D Archive Киркулес, айчилы слыхал, да, у которых такой брутальный громадный кожух, там, три вертушки в белом, да? Насчет них, да, что-то можешь рассказать? Ну, за айчилы я изначально ничего не скажу, да, выглядит специфически, учитывая их массивную систему охлаждения, скорее всего, они даже заводы, ну, штатно а-ля разогнанные, там, плюс 20, плюс 50, 5 герц эти, очень сильно играющую роль при разгоннике, изначально при пользовании, конечно же, да, плюс, я так понимаю, что айчилы, они просто, ну, не сдавался, но мне кажется, что они просто дешевле, нежели, их не конкурент тот же самый лайтинг и DC2 обычно они специфически дороже. Здесь, я думаю, еще нужно сказать, что, например, на примере моего друга, у него был геркулес и айка 780, по обзорам тупо стандартная референция, плата, тупо только охлаждение, поэтому, я думаю, вряд ли чем-то сможет выделиться с этими лайтингами, у которых уже своя фаза, питание, своя опоновка, вряд ли. Более того, тут на самом деле казусный момент, если мы вспомним такие вещи, как 7970 видеокарты, на самом деле уже вековые, в кругах майнеров эта карта, наверное, просто уже занимает золотой пьедестал, те же самые 280х в наше время, ну, по факту, если отрывать наклеечку, что это 280х, там будет 7970, на большинстве карт, наверное, еще. там были казусы, например, референсная видеокарта Asus и Sapphire, вот, стоковые карты, одинаковые частоты стоковые, но, когда снимаешь систему охлаждения, что ты видишь, что, допустим, на гигабайте, на Sapphire распаяно 6 фаз, а на Asus, не знаю, почему они так поступили, всего 5 было, на Refi, там, вот, именно одной фазы питания ее просто не было, не распаянная. Получается, все-таки, даже референция отличается чем-то, хоть и говорят, там, что ты возьми полик дешевый, что ты возьми Asus дорогой, который стандарт, там идет 1000 на 5 дороже. Это вот первый раз, когда я с таким столкнулся. Это какие? Это 7970? Это 7970 были. Видеокарты в свое время тоже баловались майнингом, и, соответственно, пришлось их много в руках перещупать, пересмотреть, побаловаться с разгоном. И, ну, вот был такой казус. Однако, несмотря ни на что, в принципе, она держала практически те же частоты, что и другие Sapphire, и PowerCover, и тому подобные бренды. Да, грелось, да, специфически для любых 79-х, особенно в ихних нагрузках. В целом, ни в плюс, ни в минус не пошло. Короче, просто считай с экономией питания, я особо ничего не знаю. С экономили, да, может быть, немного надежности потеряли, но ничего страшного, насколько я знаю, карта до сих пор где-то трудится. На ферме какой-то. Да, выращивает морковку и все того подобное. Насчет разгона видеокарты, смотри, вот я читал форум какой-то и насчет как раз фаст питания, многие там, маркетинг, у нас там 100-500 фаст питания, значит, the best. Вот я читал, не знаю, насколько может это исключение, может это даже правило, чувак, короче, на водоблок посадил референс полит, стандартная компоновка 780i, стандартная фаза питания, и потом, говорит, чисто, опять же, со средствами парень купил себе Hydrocopper 780i, который там ушел, такая вот самоплата, там, как сковорода, куча фаст питания, он, что я пробовал, обе на воде, и вот, например, Политовская референс она взяла 1375, Hydrocopper не озвучил, он сказал, что меньше. Вполне могло быть такое. Круче, но, говорит, по охлаждению, по разгону не берет, например, те же чистоты. Могло и такое быть, то есть, тут не стоит забывать про тот факт, что, в принципе, возьми ты две одинаковых карты, одна возьмет 1300, вторая это 1280. То есть, тут фазы питания, они больше все-таки за стабильность, ответят. То есть, они не дадут, опять же, вопрос, что там, чем больше фаз питания, тем больше разгонится. Нет, это абсолютно не факт, и иногда это может даже наоборот сыграть обратную роль, но, в плане стабильности, надежности, конечно, больше фаз питания, соответственно, более стабильная идет кривая нагрузки. Опять же, в зависимости от разгона, мне кажется, да, то есть, если ты там на 100 мегах поднял, может даже на рефе остановиться, если ты там планируешь на гости, что-то выжимать максимум, то, конечно, там, более стабильная система питания, она будет, ну, являться явно плюсом, не минусом. Плюс, опять же, там, допустим, может быть, это вот на воде был проигрыш у человека, допустим, тот же самый ЕВГА, Гидрокупер, пускай я допускаю, но, допустим, при азоте, где нагрузки немного другие, вольтажи другие подаются, я думаю, что все-таки ЕВГА бы сделала и показала результат куда выше, чем реф. Расскажи, какая самая дорогая система была у тебя, которую ты собирал или которую видел, что это была за система, стоимость хотя бы приблизить. ну, скажем так, довелось нам пособирать систему на четырех титанах, соответственно, ну, тут я, ну, не знаю, как оценить, потому что какие-то элементы нам привозят люди, да, соответственно, какие-то там, ну, мы предоставляли услугу, то есть, мы поможем подобрать там даже компоненты, но банально покупаем в регарде, нам привозят и мы... Сколько это реклама? Ну, просто ребята сидят очень близко от компании, поэтому до них ближе всего и обычно их всегда все есть, как показала прага. Четыре титана, 3970X, какое-то космическое количество памяти, там, в районе 64 гагов и все та же самая а-ля блатная кривая рампага четвертая. Ну, я не могу просто назвать эту сумму. Стоимость вместе с водой, я думаю, была... Стоимость воды была в районе 170 тысяч рублей. Одна вода? Да. Обалдеть. Конечно, учитывая, если еще там титаны стояли, а не обычные, да, 780, что там...